Девушки отдыхают Бабушка Анюта, книгу и альбом для открыток Чрезвычайно любопытную эпоху переживает Россия В ее истории вполне определенно наметился резкий поворот А уж худшему или лучшему покажет будущее Пишет газета «Русское знамя» 20 минут до Нового года Чувство большой бодрости, силы и жизни Уверен, что 1917-й несет нам мир и революция Ваше высокопревосходительство За последнюю неделю подвоз муки сохранился до 5000 пудов в день Это в 12 раз ниже потребности Петрограда Это хулиганское движение Мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет хлеба Просто для того, чтобы создать возбуждение Все школы, гимназии, курсы закрыты А публика спешит в театр Битком сидят на маскараде Пришли ведь отовсюду пешком, извозчиков уж нет Любуются Юрьевым и постановкой Мейрхольда Крик петушей нам только снится За окошком него дымится Ночь бездонной длится, длится Петербургская чертовня В черном небе звезды невинно Гибель где-то здесь, очевидно Но беспечно, пряно, бесстыдно Маскарадная болтовня 25 февраля Николай II отдаёт приказ прекратить беспорядки в столице 26 февраля государственная дума распущена Начинается всеобщая стачка Около восьми утра Меня разбудила жена и рассказала о стачке на Путиловском заводе И восстании в Волонском полку Как водится, никто не ожидал, что время действия уже наступило Утром мой кузен, который служил в военном училище Позвонил начальству и доложил, что реветься никак не может Потому что вокруг дома все запрыжено восставшими солдатами Начальник училища ответил Вы что, пьяные поручи? Где? В городе все тихо Советую не распускать глупых слух Граждане, сегодня рушатся тысячелетние прежде Сегодня пересматриваются мирова снова Сегодня до последней пуговицы в одежде Жизнь переделаем снова Граждане, это первый день рабочего потопа Идем к запутавшемуся миру на выручу Пусть толпы у неба вбивают топок Пусть флоты ярость с сиренами вырычут Мой драгоценный Бог послал тебе воистину тяжелый крест Я так страстно хотелось бы помочь тебе нести это время Только, дорогой, будь стверд Покажи властную руку Глаза мои болят от слез В дни великой борьбы с внешним врагом Господу Богу угодно было не спасать Россию Новое тяжкое испытание В эти решительные дни Почли мы долгом совести Облегчить народу нашему тесное единение И в согласии с Государственной Думой Признали мы за благо Отречься от престола Государства Российского Пал без славы Орен двуголовый Царь, вы были неправы Поменят потомство еще раз В эландийское вероломство Ваших ясных глаз Срочная новость О крещении императора Николая Мы сегодня в цехе в ажиотации Есть телеграмма в цирке Пост и ремной цирка Цайкл, что в России победила революция, что у власти Государственная Дума. А министры все арестованы. Явы не себя. Надо ехать. Заря всемирной социалистической революции уже занялась. Не нынче завтра. Каждый день может разродиться крах всего левопейства империализма. Но это лишь первый этап. Власть должна перейти в руки пролетариата и беднейших слоев христианства. Свобода приходит на Гая, бросая на сердце цветы. И мы с нею в ногу шагая, беседуем с небом. На ты! Прошло уже 4 месяца с начала революции, а хлеба, сахара и масла по-прежнему нет. Временное правительство, так же, как и прежняя, власти не имеет. Везде разруха, развал, распущенность. Очень плохие листы с фронта. Рига взята немцы. Бронированный кулак занесен над самым Метроградом. И хотя до него еще не близко, но революционные войска бегут. Наши укрепленные позиции брошены. Мы погибли. В этом нет никакого сомнения. На страшной высоте блуждающий огонь. Но разве так звезда мерцает? Прозрачная звезда, блуждающий огонь. Твой брат, Петрополь, умирает. На страшной высоте зеленые сны горят. Зеленая звезда летает. О, если ты звезда воды и неба, брат. Твой брат, Петрополь, умирает. Отряды рабочих, матросов, колей. Дошли штыков до мерцав. Как будто руки сошлись на горле. Холеном горле дворца. За месяц же, за тридцать, за двадцать. Вбегает юнгер, траться глупо. Тринадцать бисков, сдаться, сдаться. А в двери ушелатых, шлели, тулупы. И в эту тишину, раскатившейся в сласть, Вас, окрепшей над рельми рея, Которые тут временные сласть. Кончилось ваше время. Мне голос был. Он звал утешно. Он говорил, иди сюда. Оставь свой край, Глухой и грешный. Оставь Россию навсегда. Но равнодушно и спокойно Руками я замкнула слух, Чтобы этой речи Недостойной Не осквернился Скорбный Дух. Россия гибнет, А России больше нет. Вечная память России Слышу я вокруг. Но вот она передо мною. Та, которую видели в пророческих снах Великий писатель, Которую Гоголь назвал несущейся тройкой. Петербург, по которому бродил Достоевский. А России суждено пережить муки, Унижение, разделение. Но она выйдет из всех испытаний Новой и по-новому Великой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ